Я бы хотел, коллеги, о двух вещах вначале сказать. Давайте мы всё-таки откажемся от хора оров, да, и поймём, что мы не на привозе, а в студии, это первое. И будем уважать женщин, украинские жителемены, это тоже. Если она не будет врать, с удовольствием, пускай не врет, пускай не врет. Вот возьмите с неё слово, что она не будет врать. И будем прекрасную... Можно с вас взять слово, что вы кричать не будете. Как говорили античные греки, Вадим Ильич. Я уже не первый раз в этой студии закончу мысль. А в то время приходит сюда врать. Сейчас я говорю. И только Трюхан приносит правду, зато его и любим. Как говорили античные греки, имеющий уши да услышит, имеющий мозги да поймёт. Да поймёт, надеюсь. И второе, давайте перестанем спекулировать на несчастных донбасских детях. Потому что, вот кажется, с той стороны уже всё, что можно было сказать, вылить уже вылито. Давайте по-другому я вопрос поставлю. Нет, я не буду сейчас говорить о происхождении донбасского конфликта. Только одну вещь скажу. Для того, чтобы не допустить сегодняшние жуткие вещи, надо было услышать и понять. Граждан Украины донбасского происхождения. Вадим Валерьевич, давайте-ка вы будете не махать рукой. Я с Донбасса родом. Послушайте меня. Я рождён в Мариуполе. Моя мама из Донецка. Я знаю лучше ваш этот ребенок. Для того, чтобы их вывести, их нужно ввести. Мы, Вадим Валерьевич, всегда объясняем данную закономерность. А он нам не верит. Нет, там никаких войск. Вадим Валерьевич Ку-Ку. Вадим Валерьевич Киркиных и ваших войск. Слушайте, вы уже говорили. Поехали со мной в Славянск. Поехали. Да, поехали. У меня друзья в Славянске. Каждый раз обещают, никогда не ездят. Потом меняются планы в последний момент. Но ничего страшного, Вадим Валерьевич. Получают нормальные услуги медицинских учреждений и так далее. Это я вас вожу в Мариуполь. Там моя родина, извините. Я вас вожу в Мариуполь. Давайте вы уже поговорили. И безнадёга. Вот что принёс русский мир на ту сторону. Вадим Валерьевич, вот смотрят сейчас россияне на украинца типичного. Что они думают? Я не типичный, я сам по себе. А, ну не типичный. Все остальные нормальные, Вадим Валерьевич. Чрезмерно эмоционально. Я не могу терпеть, когда при мне на лавре. А вы попытайтесь потерпеть. Попытайтесь сейчас. А теперь вернёмся к президенту Порошенко. Вы знаете, а вам не кажется странной закономерностью? Я понимаю, что Минск срывается. Можно предъявлять претензии к одной и другой стороне. Чем ближе к президентским выборам, тем больше почему-то... Вы там что, Вадим Валерьевич? Вы там мины и рылочками расклеили? Где российские, где украинские мины стоят? Лично я не закончу. Сами сказали, хватит спекулировать и продолжайте это делать. Я не закончу. Я о другом. Секундочку, господа. Чем ближе к выборам, тем эта вяло текущая война начинает почему-то превращаться в то, что сейчас превращается. Почему? Не задавали вопрос себе? Маленькая война, примерно, для Украины не получится. Как бы такое там летальное оружие не брали у американцев, не получится. А вот затянуть войну так, чтобы выборы отменить, очень даже может получиться. Нет ничего более постоянного, чем временные трудности в Украине. Правда? А там и Порошенко несменяемый. Знаете, все, что вы сейчас перестали, это чисто донецкий сценарий. Я предлагаю посмотреть на эту проблему не с алюминиевой логики, а с логики воспитания и здоровья. Вот спасибо. Вот хорошо, вот мы откроем эти ларьки. Может быть, действительно их зря закрыли. А что, у каждого ларька будет стоять полицейский и следить, как несовершеннолетние будут покупать это пиво в ночное время. Мы и в дневное время не можем обеспечить. И дальше в итоге. Нет, пивной алкоголизм, конечно, это легче, чем водочный. Конечно. У нас даже когда-то в свое время, вспомнил, мои студенты открыли партию любителей пива, как у немцев. Замечательно. Помните, Борис Борисович? И фракция пиво с водкой, пиво без водки. Партию закрываем, дали мы понять только, что народонаселение, что программа 60 минут против Пети Молоко. Правильно сказал коммунист Юрий Вячеславович Афонин. А прямо сейчас смотрите Вести. До свидания, пока.